Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об оправках, которые предлагает мегарегулятор, заявила директор Департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. С возможностью воспользоваться ипотечной программой с госсубсидированием только один раз Центробанк связывает увеличение адресности льготной ипотеки, ну и риски перегрева на рынке жилья. Со слов Елизаветы Даниловой, темпы кредитования населения ускорились. Банки выдают деньги не только новым заемщикам, но и клиентам с высокой долговой нагрузкой. При этом добавлю, что, к примеру, в Башкортостане за год количество льготных ипотечных договоров сократилось на 44%. За 11 месяцев текущего года Управлением Росреестра по Республике Башкортостан было зарегистрировано 2216 ипотек в рамках программы «Льготная ипотека». В прошлом году за аналогичный период данный показатель составлял 3955. Всего же в Башкортостане количество зарегистрированной ипотеки за 11 месяцев составило более 86 тысяч. Это на 17% меньше показателя прошлого года. Вместе с тем, среди субъектов Российской Федерации по количеству заявлений на регистрацию ипотеки Республика Башкортостан занимает шестое место. В ЦБ также полагают, что необходимо отказаться от совмещения льготных жилищных кредитов с программами застройщиков по низким ставкам. Ну и напомню, льготную ипотеку в стране продлили до июля 2024 года. Регулятор считает, что если Минфин берет на себя процентные риски, то кредиты не должны сопровождаться повышенными ценами на жилье. И предложения были направлены в правительство. В следующем году в России запустят цифровой профиль для юридических лиц. Это аналог уже существующего сервиса, которым пользуются граждане. Об этом сообщили в Нацбанке по Башкортостану. Цифровой профиль для физлиц в экспериментальном режиме начали внедрять в Россию с 2020 года. Он позволил гражданам дистанционно отправлять информацию о себе в кредитные и страховые организации, ну и получать услуги полностью в цифровом виде без посещения офиса. К тому же за счет перехода в онлайн удалось заметно сократить сроки рассмотрения заявок на предоставление кредитов, оформление страхового полиса и прочих услуг компании банковского сектора. Сервис связывает воедино информацию о гражданине и баз данных различных министерств и ведомств, но и с согласием клиента предоставляет ее в банк. После этого действия все ваши персональные данные, это паспортные, как правило, ННН или СНИЛС или какие-либо другие, будут выгружены в соответствующую форму, вручную человеку вносить ничего не нужно. При этом финансовой организации также не нужно будет проверять эту информацию, поскольку она получена из достоверного источника. Ну и к цифровому профилю уже подключились 16 банков, которые работают в Башкортостане, в том числе единственный региональный банк – это Пронтрансбанк. Центробанк планирует расширять систему, ну и подключить к ней новые банки. На трассе М5 «Урал» построят многофункциональный придорожный комплекс. Объем вложений оценивается в 58 миллионов рублей. Инвестор обещает создать 23 рабочих места. Новый масштабный в своем роде проект будет включать в себя отель, супермаркеты и станцию техобслуживания. Кемпинг в перечне приоритетных. Инвестор получит право оформления земельного участка, минуя процедуру торгов. Ну и к тому же бюджет возместит инвесткомпании затраты на транспортную и инженерную инфраструктуру. Ну а комплекс строится в рамках региональной стратегии развития придорожного сервиса, рассчитанного до 2024 года. Ну и на сегодняшний день в Башкортостане запущены 70 инвестпроектов по строительству таких объектов с объемом инвестиций почти в 8 миллиардов рублей, отмечают в пресс-службе правительства. В Башкортостане утвердили ставки субсидий на приобретение племенной продукции. Это и комплект документов, необходимых для их получения. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации республики. Но в списке крупный и мелкий рогатый скот в категориях молочного и мясного животноводства сумма возмещения варьируется от 5 до 60 тысяч рублей. По данным Башкортостанстата, на 1 ноября в регионе было 883 700 единиц крупнорогатого скота. И это на 3% меньше, чем численно сельхозживотных в зарегистрированных годах ранее. Но и поголовье сокращалось как в частных подворьях, так и в сельхозорганизациях. Но вместе с тем в крестьянско-фермерских хозяйствах оно, наоборот, выросло на 5,5%. В целом же о сокращении численности КРС Башкортостана РБКОфа описал летом. Согласно официальной статистике, на 1 июня в регионе насчитывалось чуть более 891 тысячи голов. Но вот ближе к концу осени оно сократилось еще на 6 с лишним тысяч. И Башкортостану в следующем году направят 448 миллионов рублей с федерального бюджета на завершение строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии. Средства выделят в рамках нацпроекта развития здравоохранения. Но вот соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Но центр будет состоять из дневного стационара, блока иммунологии, отделения онкологии, реанимации, операционного блока и криохранилища. В здании смогут одновременно разместить 89 пациентов. Ефлоплощадь составит 18 тысяч квадратных метров. Ну и строительство завершат в следующем году. Всего же в рамках распоряжения выделили 39 миллиардов рублей. За счет этих средств начнут или завершат строительство 19 медучреждений в 17 регионах страны. А вот стоимость каждого более 3 миллиардов рублей. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.